Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Продолжаем играть в игру Кен Фоллен, Столпы Земли. Капитул начинается. Он не закончится до самого вечера. Если у тебя остались другие дела на сегодня, лучше займись ими сейчас, пока не забрался Капитул. Ребята, у нас все уже сделано, так что будем встречаться. Встреча Капитула важнее. Ну что же, поехали, будем смотреть, что нас ждет. Мне самому просто очень интересно, отстаем мы все-таки правду или нет. Так, видно какая-то комната в соборе. Естественно, тут должен быть... Вот поэтому мы не должны выполнять последнюю волю Приора Джеймса. Без счетных книг финансовое положение Кинсбриджевого монастыря не спасти. В твоих словах есть зерно здравого смысла, брат Филипп. Но прежде чем принимать решение, давай послушаем остальных. Лично я хочу понять, почему ты сомневаешься в мудрости решения Приора Джеймса? Может быть, ты просто знал его хуже, чем мы, Филипп? Я могу заявить, что прекрасно его знал. Так, давайте вот это вот, наверное, все-таки... Нет, настаивать, что знали Джеймса. Я хорошо его знал, и уверен, что он согласился бы со мной. Филипп, ты слишком далеко зашел. Я расскажу об этом епископу. Вау-вау-вау-вау-вау, возмущение пошло здесь, ребят, смотрите-ка. Выслушайте его, братья. Я так же упрямился, но он сумел убедить меня. Да уж, эта задача не из легких. Милей. Я многим обязан Джеймсу. Именно он поручил мне заботиться о лесной обители святого Иоанна. Это один из самых процветающих монастырей во всем Ширинге и во всей Англии. Значит, это было мудрое решение. А последняя воля, стало быть, была не мудрой? Ну так что ты скажешь, чего ты дожидаешься? Отвечай! Вот так вот сделаем. Можно ли считать мудрым человека, который выходит на тонкий лед? Кем он себя вообразил? Да простит его Господь, он сам не ведает, что говорит. Нет. Филипп не слишком стремился обсуждать со мной то, в каком состоянии дела монастыря. Он тщательно обдумывает слова, а тем более дела. Вот так вот. Да, Филипп задал нам вопрос, можно ли считать мудрым человека, который выходит на тонкий лед? Бог послал приору Джеймсу искушение. А я говорю, что за ним гнался сам дьявол. Вы сомневаетесь в моих словах? Ты сомневаешься в этом, Филипп? У тебя есть ответ на мой вопрос? Я знаю, потому что приору Джеймс доверился мне. Если Господь послал искушение Джеймсу, то он и нам их посылает. Я уповаю на Господа. Так же делал и Джеймс. И так же надлежит делать всем остальным. Он был сбит с пути истинного, когда ступил той ночью на тонкий лед, и последнюю волю он высказал в том же состоянии. Кто или что сбил его с пути истинного, мы не знаем. Быть может, это был не дьявол. Мы никогда его не видели. Новица им не должно возвышать голос на Капитуле. Филипп хороший человек. Только он сказал, что мне нужен огонь, чтобы не замерзнуть. Но чего стоят пустые слова? Сделал ли он что-нибудь? Да, он принес мне горячий камень. Да, наш Филипп таков. Это все хорошо, Филипп. Но отчего бы тебе не назвать поднанную причину, по которой ты стоишь перед нами? Ты явился не только эти книги спасать. У тебя есть причина посерьезнее, верно? Мы заслужили правду. Расскажи нам о твоих истинных намерениях. Причина одна. Я хочу помочь монастырю. Монастырю? Ну, конечно. Я бы сказал, что это не просто совпадение. Не сря же он заговорил именно сейчас. Вскоре после смерти Джеймса и перед выборами. На что ты намекаешь, брат Ремиги? Дело не в Джеймсе. Дело в нем самом. Он хочет стать приором. Нет, я приехал в монастырь, чтобы поговорить с Джеймсом. А я думаю, что это отличная мысль. Я предлагаю на роль нового приора Кинсбриджа, Филиппа из Гуинеда. Вау, 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 начали, начали тут шуршать. И в итоге... Какой вердикт? Какой вердикт, ребята? Ну, давайте обсуждайте, обсуждайте там все. Брат Филипп, ты согласен стать нашим приором? Скорее всего, да. Благодарю тебя за щедрое предложение, но мы не хотели бы тебе мешать, брат Ремиги. О, но я настаиваю, я помогу вам. Нет, не утруждай себя. Увидимся позже, спасибо. Так, Фрэнсис тут. Это где это мы так поговорили? Времени у нас совсем мало. До вечерней мессы осталось всего ничего. Может, мне не стоило соглашаться на должность? Ты никогда не умел отказывать? А Милли прав, ты нужен Кинсбриджу. А как же обитель святого Иоанна? Я поеду туда завтра же. Сообщу им, что ты останешься в Кинсбридже за несколько дней. Благодаря тебе книги и бумаги не успели сжечь. Теперь остается найти это письмо. Ты правда считаешь, что письмо может предотвратить войну? Если в нем говорится то, что я думаю, то да, может. Записи Фрэнсиса «Борьба за трон», вторая часть. Изучите, естественно, ребят. Документы. Записи Фрэнсиса о почившем короле Генрихе, королеве Мод и короле Стефани. Вторая часть, датированная 1 января 1136 года. Нашего нового короля Стефана поддерживает большинство нормандской знати и даже церковь. Его младший брат Генри, епископ Винчестерский, один из самых влиятельных священнослужителей во всей Англии. Он заставил Стефана поклясться усилить позиции церкви, у которой почти не было политического влияния при короле Генрихе. Великий день для церкви и для всех нас. Проблема в том, что один из незаконорожненных сыновей короля, мой господин граф Роберт Глостерский, хочет посадить на трон свою единокровную сестру Мод. Он убежден, что она будет во всем полагаться на его указания и советы во время правления. Союзником у Роберта является Бартоломью, граф Шеринга, преданный вассал короля Генриха, поклявшийся защитить его род. Для восстановления поправных прав королевы Мод, графы Шеринга и Глостера подняли восстание против короля Стефана. Еще немного и начнется война. Давай же отыщем письмо. Ну что ж, давайте искать это чертово письмо, ребята. Дощечка какая-то. Ну-ка, вскроем ее и глянем. А разобрать записи на этой табличке почти невозможно. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой у человека. Вот оно как. Понятно. Неужели это писал Приор Джеймс? Продолжим поиски. Ммм, давайте-ка, бочка. Давайте в ней посмотрим, там свитков куча, может там что-то валяется. Последние десять лет Джеймс много времени уделял письмо. И с Приором он постепенно превратился в затворника. Мне казалось, что для вас, монахов, это обычное дело. Раньше так и было. Но сейчас уже все по-другому, видимо, да? Ну, еще одна книга осталась. Фолиант. Ну, что же у нас здесь будет? Фрэнсис, кажется, я его нашел. В Библии? Откровение Иоанна, богослова. И говорят горам и камням. Падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле. И от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева. Его и кто может устоять? А Агнец? Чего боялся Джеймс? Быть может, его испугало письмо? Нет, письмо все еще запечатано. Сломай печать. Письмо. Изучить. Ну, давайте посмотрим, что в нем. Письмо, датированного 18 декабря 1135 года Роберту Глостерскому. Назовите дату и в назначенный день мы будем готовы пролить кровь во имя королевы Мод. Я со своими людьми выступлю против Стефана Блуаскова. Мы не развяжем войну, мы лишь разожжем ее пламя. Стефан и все те, кто поклялся ему верности, сами развязали войну в тот день, когда предали дочь короля Генриха. В тот день, когда Стефан узурпировал ее трон. Бартоломью, граф Ширинга. Вот так вот. Вот оно. Ты его нашел. Граф Ширинга готовится развязать войну? Да, он связался с моим собственным господином графом Робертом Глостерским. Кто такой этот король Стефан, который занял трон? Племянник короля Генриха. Ты хорошо помнишь день, когда погибли наши родители? Фрэнсис, ты знаешь, что я не люблю говорить об этом. Знаю. Просто я в последнее время часто думаю о них. И я всегда винил в их смерти короля Генриха. Церковь страдала от его правления не меньше, чем наша семья в Уэльсе. Филипп, ты должен показать это письмо епископу Кинсбриджскому. Ё-моё, почему я? Епископа Кинсбриджского? Почему? Покойный король Генрих противостоял влиянию Рима на Англию. Король Стефан же поклялся сохранить себе права и привилегии церкви, а мы можем помочь ему, если ты попрощил епископа защитить Стефана. Ядрёна ты вошь, ребят, ну тут замудрили, а замудрили, тут ничего не скажешь. Давайте так сделаем. Ты хочешь, чтобы епископ поддержал нового короля? Короля Стефана? Я хочу, чтобы Англия правил король, который поддерживает церковь. Я хочу, чтобы тёмные времена закончились. Я хочу помешать графу Ширингу начать войну. Он может разжечь пожар войны во всей Англии. Мой господин граф Глоссерский не должен узнать, что я здесь делаю. Он также не должен узнать, где и как ты получил это письмо. Никому не говори, что я замешан в этом деле. Ёлки-палки, что-то Стефан, ты тут... Ой, Фрэнсис, ты тут мутишь, по-моему, а? Но он мой брат всё-таки. Поэтому я принимаю план Фрэнсиса, ребята. Полагаешь, епископ и правда поможет? Скажи ему, что письмо случайно попало тебе в руки. А что, если он не поверит? Что тогда? Он поверит. Вопрос в другом. Захочет ли он остановить графа Ширинга? Я отправлюсь в обитель Святого Иоанна и скажу монахам, что ты останешься в Кинсбридже до выборов. А что, если граф Ширинга узнает о том, что я передал письмо? Что, если епископ ему расскажет? Филипп, спокойно. Он твой епископ. Я простой монах. Кто я такой, чтобы епископ согласился меня принять? Ух, ребята, вот это завязочка. Мне нравится. Вы помогли Фрэнсису раскрыть заговор против короля. Вы стали одним из кандидатов на место приора Кинсбриджа. Вы согласились встретиться с епископом. Вы донесли навора брата Марка. Вы отдали горячий камень брату Полу и облегчили его страдания. Вы пока не добились уважения Ремигия. Вы нашли послание на мельнице. Это у нас, ребята, первая глава. И были события. И, я так понял, мы ее прошли. Глава вторая. Джек. Чуд Форест. Ага, мы играем за... Это кто такой? Парень или девчонка? Похоже, парень. И, по ходу дела, он очень голодный. Поохотится. У меня задание. У меня есть проща. Ну, а проща, вы знаете, что это такое, да? Веревка, которой можно пулять камушки. Типа рогатки. Так, что это такое? Отпечатки копыт. Ах, как у тебя урчит в животе. Так, как же... О, тихо, ребята. Хруст веток. Кто-то идет. Что нам делать? Куда прятаться? Ага, туда он дальше не идет. Извините. А что ж тогда делать? Ну, это понятно. Отпечатки копыт. На дерево. Он не залазит, к сожалению. А, спрятались, типа, да? Опа-на. Молодой олененок. Ну, что ж, давайте используем свою прощу. Так, вот это тут подлавливать надо все. Так, один есть. Отлично. Опа. О, Джек, по ходу дела мы сегодня останемся с тобой без ужина. А, хотя, может быть, еще нам повезет. Давайте попытка номер два. Так, отлично. Шикарно. Бинго! Ребята, сегодня мы... Да. Будем кушать. Мертвый олень. Да-да-да. Урчит в животе. Я понимаю. А, пошла раздел катушки. Меня зовут Джек. Долгое время я не знал другого имени. Я родился и вырос в пещере. Мы жили вдвоем с матерью и могли прокормить себя сами, но зима выдалась суровая. Я был горд тем, что сумел завалить в тот день своего первого оленя. Дожидаясь прихода матери, чтобы она помогла закопить мясо, я решил поупражняться в чтении. Пещера. Король французский Карл Великий в Испании долгих семь лет воевал. Хм. Долины и горы он покорял. Эм. Вспоминай слова. Он. Задумываемся. Король французский Карл Великий в Испании долгих семь лет воевал. Долины и горы он покорял. Так вот сделаем. Ни один бастион перед ним не устоял. Хм. А сам голодный. Да. Близится полдень, а мама все еще не вернулась. Значит, если я хотел закоптить мясо, предстояло сделать все само, иначе оно пропало бы. Скоро я выучу ее наизусть. Взять книга. Ну что же, у нас задание закоптить мясо, ребята. Дичь висит. Слушайте, а как коптят мясо? Я не могу есть его сыры. Надо его закоптить. Мясо так быстро портится. Так, у нас очаг есть. Замок какой-то. Мешок. И все по ходу дела. Но здесь что-то ничего не происходит. Как жаль. Слушайте, ну по идее же, что у нас в мешках? Разгрызает орех. Ну, зубы-то у тебя, парень, еще есть, по крайней мере. О, снаряжение тут у нас. Лук Эллен. Изучить. Живя, как изгои, вдали от цивилизации и защиты закона, Эллен с Джеком были вынуждены держать в доме разное оружие, и стрелковое, и холодное. Был там и лук, который мог служить как средством самообороны, так и инструментом для добычи пропитания. Большинству изгоев предъявлялось обвинение, но перед судом они так и не представали. По закону все их права, в том числе на собственность, аннулировались, а договоры признавались утратившими силу. У них больше не было права, потому кто угодно мог причинить им вред, схватить и передать властям. Поэтому большинству изгоев приходилось жить скрытно, промышляя воровством. Вот так вот, ребятушки. И у изгоев, грубо говоря, не было никаких прав. Они были изгоями. И любой мог их убить или сдать властям. А вот и он, Карл Великий, защитник моего города. Ух ты, у него даже есть игрушечный домик. А ну идем со мной. Карл Великий сделан мамой. Да, действительно, в то время такие игрушки были из соломки, подвязаны веревочкой. Книжная полка. Может быть тут что-нибудь есть у нас? Походу дела ничего у нас на книжной полке нет. Я думал, может какой-нибудь рецепт будет, но нет. Ёлки-палки, а что ж тогда надо-то, я не пойму. Может быть выйдем тогда отсюда, а? Наружу, может быть надо веточек. Я не знаю, скоро я выучу ее наизусть. Но книга здесь не поможет нам. Может сжечь? Нет, я не оставлю его. Теперь мы сражаемся вместе. Видите, как он за игрушку с усвоей? Горой просто сказал. Нет, я не отдам Карла Великого в костер, в печку. Ладно, ребят, тут походу дело нам... Вообще делать нечего. Давайте, наверное, выходить потихоньку отсюда. И я надеюсь, нас отсюда вообще выпустят. Тихо. Хм, что это? Что за шум доносится из леса взять? Эх, я даже не знаю, ребята, тут ветки. Блин. Там плачет ребенок, походу дело, младенец. Сырые ветки отлично подходят для копчения мяса. Или мясо коптить? Нет, пойдемте лучше за ребенком. Мало ли там что случилось. Ух ты, да я помню же это место, ребят. Да и вы, наверное, тоже узнаете его, да? Так, лошадь. Опачки. Стефан. С младенцем. Эллен, свистит. Эллен, это же... Это же мама его, походу дела. Хорошо, что он тебя не заметил. Кто он? Бич, вот кто он. Бич? Это значит, что это плохой человек. Я же говорил тебе о людях вроде него. Он монах. Он монах? Да. Хотя не совсем обычный. Возможно, это послание кого-нибудь очень важного. И это мне не нравится. А выглядит совсем не злым. Он улыбается. Слушай, детеныш мой. Ты уж прости, я понимаю, что ты хочешь побольше узнать об этом мире. Но пока мы с нам лучше скрываться. И запомни, никогда не верь божьим людям. И особенно их состраданию. Окажешься или в монастыре, или на виселице. Пригнись. Нечего фыркать. Это всего лишь младенец. Успокойся. Я прослежу за ним. А ты, малыш, возвращайся домой и жди меня. Вот так вот. Так, погодите-ка. Там какая-то у нас тряпка. О. Окровавленная тряпка. Зачем ты ее забрал? Окровавленный кусок ткани. Хм. И что дальше? Холмик земли. Оу. Ё-моё. Жесть. Это они так похоронили... Женщину? Жесть какая-то, а. Даже яму не вырыли. Просто засыпали. Ладно, пойдемте-ка, наверное, в пещеру. Мам? Не нравится мне это, ребята. Так, надо побыстрее сматываться в пещеру. Коптить мясо. Опачки. Не с места. Мы убили свиного вора в Солбери. И тебя можем убить. Проклятый разбойник. Где младенец? Признавайся, ты его съел? Жесть какая-то. Зарычать. Нет, давайте, наверное, свирей поглянем. Эй, прекрати. Так. А это что такое? А ну, отдай. Зачем тебе книжка? Ты же неграмотный. Я сказал, отдай. Оставь мальчика в покое, Альфред. Он... он унес младенца. Я видел у него в руках мамин плащ. И вокруг больше никого нет. Кто еще мог забрать младенца? Волки. Его забрал монах. Его забрал монах. Монах? Да, верхом на лошади. Это правда? И куда он поехал? Пусть отведет нас туда. Оставь его в покое. Это же просто мальчик. Как тебя зовут, мальчик? Джек. Джек? Джек? Ты живешь в этом лесу, Джек? Да. Тогда ты знаешь, что окрестностей лучше, чем мы. Пойми, я сам не могу понять, как я мог оставить ребенка тут. Я решил, что не смогу заботиться о нем в одиночку. Отойдя, я понял, что и бросить его умирать не в силах. Я хочу убедиться, что с ним все в порядке. Ты нам поможешь? Лучше я промолчу. Кажется, он не хочет нам помогать. Давай пойдем дальше. Дай ему время подумать, милая. Скоро мы отправимся в путь. Ты поможешь нам. И не взумай удрать. Все равно догоню. Получишь моим молотом, мало не покажется. Что он сказал? Он сказал, что пойдет с нами. Спасибо. Ты славный парень. Я твой должник. Заставили. Ты смотри, а. Нарывается, гаденыш. Ну что же, мы идем. Оу, оу. Ничего себе, ребят, тут карта-то. Пещера Эллен. Особого выбора у меня не было. Девчонка плакала, а ее папа напряженно молчал. Мальчик без конца толкал меня. Я никак не мог взять в толк, почему раньше меня никто не ненавидел. Если я хотел сбежать от них, следовало применить ту же тактику, что и при охоте на оленя. Собраться и ждать момента, когда они расслабятся. По следам монаха, ребята, это у нас. Мы идем выслеживать, куда увезли ребенка. Так, и куда же мне нужно идти? Так, не могу понять. Ага, вот сюда, наверное. Судя по всему, монах пересек небольшую речушку, а может быть и двинулся к северу по течению, чтобы добраться до следующей деревни. Так или иначе, следы копыт оборвались у воды. Начинало темнеть. Высокий мужчина посмотрел на меня. Куда дальше, парень? Спросил он. Но мне оставалось только гадать. Правильно, на реке следы исчезли. Ну что же, будем что-то выдумывать, ребята. Ух ты, здесь можно... Вот сюда. Так. Отправившись вдоль речки, мы добрались до удобной переправы. Тут можно было перейти в другую сторону, не укунувшись в ледяную воду. Неожиданно, мальчик крикнул, что видит на другом берегу свежие отпечатки копыт. Бросив на меня взгляд, он торжествующе рассмеялся. Так, промолчим-ка мы лучше, а? Пока мы не приходили реку, довольный мальчик посмеялся над моим умением искать следы. Фига там мальчик такой, детина, да, ребят? Мальчика мне тоже нашли. Пойти дальше. Оу, туманище. Джек, по-моему, нам пора сматываться, наверное, да? Что такое? Он завел нас в самые дебри. Это правда? Папа, я устала. Не волнуйся. Ну же, полезай мне на плечи. Нет, я слишком тяжелая, а ты чересчур устал. Я буду сильной. Нам всем пора отдохнуть. Альфред, побудь с ними, а я пока схожу на разведку. Нет, не уходи. Я недалеко, милая. И к тому же, пока я хожу, ты можешь сделать для меня кое-что. Присмотри за ребятами, пусть отдохнут и поспят, ладно? Ладно. Видишь, ты правда сильная. Я ненадолго. Да, девчонка будет за нами тут присматривать, да? Ну, придумали. Ну? Ага. Ну-ка, сядь сюда, и чтоб я видел тебя, пока моя сестра отдыхает. И чтоб никаких штучек не откалывал. Так. Ага, закемарили. Что мы можем сделать? Ага, вернуть книгу свою надо. Так, давайте-ка возьмем ее. Пока они тут спят. Я надеюсь, все пройдет тихо. Без шума. Опять эту штуку надо... Так, бинго. Отлично. Ну все, пора, наверное, сматываться. Ха. Скоро я выучу ее наизусть забрать. Пойдем. Что? Что такое? Ты что-то услышал? Туман поднимается. Ты мне не нравишься. Ну, скажи на милость, на что тебе сдалась эта книга? Стой. Где она? Ах ты, мерзкий воришка. Так я и знал. Ты просто хотел нас ограбить. Ты ее у меня отобрал? Ты просто животное. Ты даже не знаешь, что это такое. Давайте вот так вот. Король французский Карл Великий в Испании долгих семь лет воевал. Долины и горы он покорял. Ни один бастион пред ним не устоял. Что ты несешь? Это из книги. Откуда тебе знать? Ты же просто животное. Вот так. Давайте его оскорбим. Ты что, не умеешь считать? Ха-ха-ха. Эй, видишь? Там в тумане. Там что-то есть. Узнай, что скрывает туман. Оу. Эй-эй-эй-эй-эй. Потише, браток. Что это? Олень. Провалился под лед и умер. Дети? Ух, я думал сейчас огреет. Марта, проснись, милая. А? Кто это? Мы встретились в лесу. Я мама Джека. Иди сюда, Джек. Вы нашли его? Да, милая, нашли. Малыш в безопасности. Монах привез его в обитель неподалеку отсюда. Но мы туда не пойдем. Эллен предложила нам переночевать у нее. Да, предложила. За мной. Вот так вот. Если бы я только знал, что ты живешь неподалеку, моя Агнес могла бы выжить. Не обманывайся. Если у женщины открылось кротечение, оно или прекратится, или нет. Все, что можно сделать, это укутать ее потеплее. Именно так ты сделал. Прости, но живым должно заботиться о живых. Джек, налей детям похлебки. Да уж. Ну, Марти-то я налью. А вот Альфреду не окота. Как ты полагаешь, скоро ли найдется работа? Трудно сказать. Люди редко нанимают новых каменщиков посреди зимы. В такой ход раствор толком не промешаешь. Иногда мне везло, но этот год невезучий. Спасибо, Джек. Так. Как-то раз я работал в Эксетере. Мне предложили должность строителя Укстеляна с тем, чтобы вовремя чинить стены и укрепления. Я мог работать там до конца жизни, а семья жила бы, как у Христа, за пазухой. И что случилось? Я отказался. Я мечтал снова найти работу на строительстве собора. Вот дурак-то. Ты способен на больше, чем строить церкви. Как-то раз меня взяли строить собор, и это было невероятно. Я боюсь слишком увлечься рассказом. Спроси Марту. Она все знает про соборы. Ну что, наелся, Альфред? Знаешь, не понимаю, зачем ты себя так казнишь? Мне нет прощения. Я бросил своего новорожденного сына. Женщины умирают родами. Мужчины бросают детей. И это не редкость. Гораздо реже они возвращаются. Так и вышло с тобой и твоим сыном. Нет, это совсем другая история. Я до сих пор даже Джеку ее не доверила. Все, что я могу сказать, я растила его одна в этой пещере, вдали от городских законов. Только мы, двое и лес. Как же вы сумели выжить? Мы охотимся, собираем дары леса. На двоих хватает с лихвой. Мы бы поели сегодня мясо. Но оно начало портиться. Не успели мы его закоптить. Это я во всем виноват. А что такое собор? Это большой дом, в котором читают молитвы. А почему читать надо именно там? Это не как книги, Джек. Люди ходят туда разговаривать с Богом. Это место поклонения Богу и дом для священников и монахов. А-а-а. Кушайте хорошенько, дети. Силы вам понадобятся. И тебе тоже мастер-строитель. Ну же, ешь. Поем. Спасибо тебе. Они спят. Так в чем же дело? Я сказала, что монах отвез младенца в маленькую обитель неподалеку. Это чистая правда. Но я советую тебе не показываться там. Что? Почему? Потому что ты бросил сына. Это сочтут убийством. Тогда придется выкрасть его. Я должен скупить свою вину. Я должен вернуть сына. Только подумай. Ты не можешь найти работу с лета. Младенцу нужна забота. Гораздо больше, чем остальным твоим детям. Чем ты будешь его кормить? А что же мне тогда делать? Жить как ты? Охотиться я не имею. Я каменщик. Даже в замке мне куда уютнее, чем здесь. Оставь ребенка монахом. Он будет сыт и доволен. Тебе не придется носить его с собой, пока ты ходишь в поисках работы. Найдешь хорошее место, вернешься за ним и заберешь. Не знаю, что и сказать. С тех пор, как умерла Агнеса, я совсем запутался. Ты хороший человек, Том-Строитель. Добрый, нежный и сильный. Ты сделаешь правильный выбор. И ты не обязан нести эту ножу один. Нам с Джеком пора покинуть пещеру. Зима выдалась слишком тяжелой. Мы можем не пережить ее. Давай отправимся в путь вместе. Не уверен, что это хорошая идея. У меня и так хватает ртов. Я помогу тебе заботиться о детях. Если ты научишь моего сына, как жить и вести себя в мире людей. Да, мы видим друг друга впервые, но мы сможем помочь друг другу поддержать в трудную минуту. Живым должно заботиться о живых. Да. Так, что такое? Я вижу замок. Той ночью мне приснился странный мир. Рыцари и монахи, читающие друг друга в огромной темной пещере. Там были маленькие замки, мертвый олень и великан по имени Том. Во сне я был счастлив. Я крепко держал мать за руку и сварил на доброго великана, стараясь постичь его премудрость. Вы убили оленя, но позволили мясу испортиться. Вы наткнулись на Тома, строителя и его семью. Вы налили суп с начала марти. Альфред не взлюбил вас. Вы захотели поскорее покинуть лес. Вы нашли информацию о жизни Джека и Эллен в качестве изгольфа. Ну что же, я так понимаю, мы с вами прошли вторую главу и переходим к третьей. Ну, я думаю, что третью мы уже будем проходить в следующем видео. А сейчас просто глянем. Глава третья, как она хотя бы называется. Заговор. Дворец епископа Уолерона. Какого-то там непонятно кого. Ну что же, вот, наверное, на этой ноте, ребята, мы будем завершать этот выпуск. И увидимся уже в следующей серии. Всем пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok